17 сентября 2016 года мы посетили международную выставку светового и звукового оборудования и техники для проведения мероприятий. Ведущие игроки музыкального бизнеса со всего мира собираются на нам MusicMath, чтобы представить лучшие музыкальные инструменты и аксессуары, узнать о последних тенденциях в индустрии, объединяться опытом и найти новых деловых партнеров. Московский продюсерский центр это ресурсный центр по предоставлению творческого контента на городские площадки Москвы. То есть наши артисты, представленные нашей базе, имеют возможность выступать на городских фестивалях, музыкальных концертах различных и так далее. Кто из ваших слушателей занимался на пианино, он наверняка помнит, как в детстве он ставил баночку внутрь инструмента, чтобы с включением отопления инструмент не рассыхался. Так вот теперь такой необходимости нет, механика будет работать четко, и это как бы инновационные технологии, которые Кавай применяют в своих акустических инструментах. Привлекает это все меня как сотрудника, я как часть команды, именно тем, что мы делаем уникальный продукт. Мы единственный мостик, так сказать, между шоу-бизнесом и государством. И то, что у нас есть возможность провести, например, проект «Музыка в метро», который существует в Европе, но на территории России, в частности в Москве, такого проекта еще не было. И то, что у нас есть возможность делать историю, это, конечно, очень круто. Атмосфера, как всегда, очень такая хорошая, веселая, добрая. Наша организация предоставляла возможность артистам выступать на территории метро. А электронные инструменты Кавайи просто отличаются самой лучшей механикой из представленных цифровых пианино на этой выставке. С одной стороны мы вносим реформы, с другой стороны мы пытаемся как раз сгладить этот переход, чтобы, например, ребята, которые делают музыку в стиле андеграунд, могли себе позволить законно выступать в парках. В принципе, у нас достойный стенд, где выступают разные музыканты, которых очень здорово слушать. Да, вы можете послушать и просто гитару, можете послушать джаз, можете послушать там акустический рок и так далее, это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok